Так, значит, мы остановились с вами на том, что начали делать, ну, немножко я для Алии буквально. Тебе не приходилось ведь, да, Альт, видеть раньше? В принципе, мы все это время там обсуждали налоги и бизнес-модель. Это у нас палаточный лагерь, кемпинг. Давайте мы его все-таки сделаем в этом, да, в курортной зоне, чтобы проще было, да? Как вы считаете, народ? Вот, поэтому нам особо хороводить людей там, наверное, не придется в этом кемпинге, потому что люди большей части будут, ну, допустим, там гулять у моря там или где, да, или, ну, куда они приехали, на Байкал, там, на Алтай. В основном это у нас будут услуги проживания и питания. Я думаю, для такого примера нам, наверное, хватит. Ну, может быть, добавим там еще одну какую-нибудь услугу, ну, баня, например. Баня? Ну, вообще, да, там сейчас полно всяких вот этих вот вариантов, как бы бочки, да? Давай максимально упрости. Ну, просто добавить услуги потом всегда можно. Поэтому, знаете, я что сейчас делаю? Я убираю торговлю. А, вот, кстати, смотри, да, Нали? Значит, мы планируем все наши доходные виды услуг в разделе план реализации, вот, который 688, да? Соответственно, все, что здесь запланируешь, оно все идет сквозным образом через все доходы и расходы. То есть, эти виды услуг будут там дальше, под них, от них пропорции будут считаться всего. Ну, там, прямых затрат, например, сырье, да? Укажешь здесь там одну единицу, и сырье будет считаться пропорционально этой единице. Значит, добавить-удалить. Мы сейчас с вами сделаем такое упражнение. Добавить-удалить. Убираю нижнюю торговлю. Пока. Ни к чему, да? Так, убираю. Соки убираем, что ли? Гриль вставляем. Так, кейтеринг всяких у нас там не будет его. А, или будет. Как они будут? Чем они будут у нас питаться-то? Потому что они... Питание вообще у нас не будет включено. Не будет включено, да? Убираем. Убираем питание. Но только гриль отдельный. Пришли вечером, мы вам чуть-чуть пожарили, да? Все. Если захотим, потом добавим какую-нибудь там развлекуху или что. Так, не знаю, нужна ли ему море баня. Ну вот на Алтае, наверное, и где-нибудь там до Байкальта, наверное, точно нужна. На море, по-моему, достаточно там душа. Не знаю, ничего вообще. Жарень там такая. Так. Значит. Вот так у нас сейчас выглядит наш план реализации. Значит, в плане реализации мы... Я уже тоже коллегам объяснял, да? То есть мы можем посчитать нашу выручку. Вот смотри. Там у нас есть четыре блока, да? План реализации, объем реализации, цена реализации и доходы от продаж. По большому счету эти все четыре блока, они работают, ну, как бы на вот это. На доходы от продаж. Его можно вставить, конечно, прямо сюда. Доход от продаж 8 миллионов рублей, к примеру, да? Можно классическим способом. Количество услуг, товаров или продукции, умноженные на их цену, получаем выручку от реализации. Вот она формула, да? Это умноженное на это. Вот. А есть еще один вариант, когда, например, мы хотим рассчитать. Вот, допустим, мы хотели сезонность какую-то учесть. Вот, например, у нас мы считали, основная у нас услуга – это проживание. Мы посчитали, что у нас должно быть 300 номера ночей, потому что у нас 10 палаток, домиков и 30 суток, грубо говоря, в месяце, да? И ежемесячный объем у нас 300 номера ночей. Это максимальный фонд того, что мы можем людям сдать. Или не очень? Вот. Да. И, соответственно, вот мы начинаем планировать так называемую загрузку, да? Вот, например, скажем, первый месяц открытия, ну, там, я не знаю, мы позвали только знакомых или друзей. Они заполнили нам 5% номерного фонда. Потом потихонечку пошло, пошло, пошло. И мы таким образом учитываем и загрузку. Вот она у нас к пику, к августу месяцу достигла, да? И сезонность. Вот потом пошел спад, например, да? Вот. Соответственно, мы договорились о том, что здесь, на самом деле, мы можем запланировать двумя путями. Вот у нас ежемесячное планирование, все-таки проект туристический у нас, да? То есть нам ежемесячно важно знать. В годовом измерении мы не поймем, если мы сделаем единицу измерения не месяц, а год. Вот эту единицу измерения можно менять. Можно сделать месяц, квартал, год. Вот. Мы поставили месяц, чтобы увидеть динамику, да? Вот. Мы можем сделать как? Мы можем поставить сюда ежемесячный максимальный фонд. И здесь пропорционально, ну, как бы долю месяца, да? Высчитывать. Можем по-другому сделать. Мы можем поставить сюда годовой, умножаем на 12. И тогда здесь у нас не там не 10%, не 5 там будет, допустим, процентов, да? А будет 1,12. То есть, ну... Ну, в общем, все равно 12%. Ну, да, да. И умноженные, допустим, там на 5, да? То есть, сколько там получится? Ну, например, это будет сколько? 60%, что ли, или что-то в этом роде, да? Вот. 6, наверное, процентов будет от годового. Может, неправильно посчитал. Ладно. Таким образом, мы выяснили, что в первый месяц у нас будет, как это? Человека гостей, да? Номер гостей 15. 15 проданных... Чего? Суток, да? 15 суток. Причем мы пока не знаем. Эти 15 номера суток, это у нас 3 палатки по 5 человек? Или это, ну, не знаю, 5 палаток? Так, 5 палаток по трижды сданных за месяц. Пять палаток трижды сданных за месяц, или 3 палатки 5 разданных, да? Или это вообще, ну, не знаю, да-да-да, какие-то, ну, целых, наверное. Потому что мы вряд ли будем брать дробные с людей. Мы же продаем номер, да? Поэтому номер – это у нас всегда целая как бы единица. Вот. И, в принципе, мы договорились о том, что нам не важно, сколько людей в пределах разумного в этой палатке проживает. Палатка предусмотрена на двоих, как бы, да, комфортно. Ну, троих мы можем пустить, например, или одного. Вот он заплатил за весь номер, пожалуйста, хоть один живи, да? Хотите втроем. Но за дополнительные комплекты там постельного беля вы вынуждены будете платить, да? Вот. Соответственно, мы здесь считаем количество вот этих самых номера ночей. Потом мы ставим… Мы, кстати, не дошли, да? Давайте поставим цену за номер ночью. Сколько у нас там вообще? Да, вот, допустим, мы ставим 5000 рублей. Так, чего? А мы должны сколько данных завязать? Ну, должны. Хороший вопрос. Так. Ну, смотри, на самом деле мы завязали. Вот здесь, правда, мы константы поставили, да? С вами. А на самом деле мы должны завязать на… Вот у нас есть исходных данных. И в нем есть сезонность первого года. Где она у нас? Вот. Вот, по-моему. Да, сезонность первого года. А у нас там, по-моему, 22-й и 23-й всего-то. У нас 21-й-то нет. Нам поправить надо. Нам надо поправить. Да, в листе исходных данных надо 22-й год заменить на 21-й, например, да? И 20… Что-то я не понял, как он тут его… Ладно. Вот, короче, эта табличка относится к 21-му году. Вот эта табличка будет относиться к 22-му году. Доходные. Это доходы у нас. Листы доходов, да? Так, а это у нас просто все расходы. Не помню, пропорцию считал он или нет. Он, видишь, тоже забил здесь константы, да? И это неправильно. То есть мы уже обсуждали о том, что хорошим стилем проектирования является делать формулы. Чтобы мы знали, откуда получилось 5,5 тысяч рублей. И это командировочные расходы при таком загрузке или там при другой, да? Потому что вот, ну, просто идет 16-17 тысяч. Непонятно, почему в этом 20, в этом 18-15. Какая пропорция, да? То есть это плохо. Надо ставить формулы. Так, теперь, значит, вот мы посчитали, допустим, эти там количество ночей. Я не стал ссылку сейчас ставить, потому что там другая пропорция. Там другая сезонность, да? Так, вот смотрите. Услуга, сколько у нас стоит, да? Стоимость ставится вот сюда. Вот я поставил стоимость нашей палатка ночи, номера ночи или номера суток, да? Вот, за сутки, наверное. И обратите внимание, в феврале уже стоит формула. Ее лучше не убивать. Не заменять константой. По той простой причине, что там стоит формула с учетом индекса дефлятора. Кто знает, что такое индекс дефлятора? Это тот индекс, на который надо увеличивать цену, чтобы учесть инфляцию. То есть мы можем здесь учесть инфляцию. Ну, понятно, что по году мы здесь никакой инфляции не выловим с вами, да? У нас что в январе, что в декабре, скорее всего, номер стоит столько же. Если мы в конце не оборзеем или не поймем, что мы можем поднимать, да? И клиент на это согласен. Вот. А если мы считаем на несколько лет, то инфляцию точно надо заложить. Ежемесячная маленькая, годовая огромная, как бы, да? Причем мы здесь, скорее всего, будем закладывать не ту инфляцию, которую публикует нам Минэкономразвитие, наверное, да? А реальный индекс цен, сами знаете, индекс цен существенно отличается от прогнозов Минэкономразвития по инфляции. Вот. Но если мы будем предоставлять этот документ государственным органам, скорее всего, у них есть своя методика, как правильно считать инфляцию и цены. К какому индексу дефлятора привязаться, как можно, как нельзя. А когда мы считаем сами за себя, мы хотим реальный, как бы, план, да? Вот. Поэтому эту формулу не убирайте. Она учитывает этот индекс дефлятора, если мы его захотим ввести. Сейчас у нас индекс дефлятора не используется. Мы считаем с вами в постоянных ценах. Есть два метода. В постоянных ценах и в плавающих ценах. То есть с индексом дефлятора. Это в исходных данных, ну, в смысле, в настройках решается. Там же устанавливается индекс вот этот вот. И как только мы его введем, мы с вами получим там цену февраля 5, 0,01, 5, ну, не знаю, там, 5 тысяч 10 рублей, потом 5 тысяч 20 рублей и так далее, и так далее. То есть это вы увидите там. Потом захотим, поставим, чтобы вы увидели, как это сказывается, да? Ну, пока, поверьте на слово, это так и есть. Так. Мы с вами увидели выручку. Вот выручка уже посчиталась. Умножила 15 номера ночей на 5 тысяч за номера ночи. Ну, за сутки, да? Будем так уж просто говорить. За сутки. Вот 15 суток, 5 за сутку, 75 тысяч мы с вами заработали в январе. Меньше? Не 15, а сколько-то еще? Ну, смотри, мы с тобой, когда прогноз делаем, план реализации, мы с тобой, во-первых, учитываем статистику, как быстро раскручивается глэмпинг. Мы здесь, кстати, взяли очень осторожный прогноз. По 5% в месяц превышается. А иногда может быть так. Не знаю, там, галяк-галяк, потом 20%, а потом сразу 40%. Все зависит от нашей, от агрессивности, как мы в прошлый раз говорили, нашей маркетинговой политики, да? Сейчас она привязывается к плану реализации. Вот. Но мы можем на него не обращать внимания. Формально говоря, мы можем с вами вот сюда ручками забить те количество ночей, на которые мы сдаем. Если нам известен этот прогноз. Но цифра 15-30, она 60 как бы, она, ну... Возрастает? Ну, понятно, что возрастает, но на самом деле тебе о многом не говорит. А вот когда ты видишь сезонность, когда ты видишь процентовку. Ну, вот на мой взгляд, процентовка загрузки на сезонность лучше воспринимается, чем 15-30, 60-75, 90-135. Вон она там скакнула, да? С 90 на 135. Я вот, например, не увидел, что это плюс 15% на самом деле, а не 5. Ну, просто вот как бы восприятие процентов, оно, наверное, лучше, да? Вот. Кстати говоря, вот смотрите, у нас может быть в каком-то из этих месяцев 150% или 110? При какой ситуации? А это как? Вот смотри, у нас с тобой... Так. Понятно. Хорошо. Вот давай посудим, что такое будет 110% при 300 номера ночей фонда нашего максимального? Это 330 ночевок. То есть мы еще 30 суток кому-то продали. Мы где его разместим? А как он освободится, если он проплачен и формально занят? И мы не возвращаем, что ли? Почему? Предупредить. Если не предупредил... В этом логика экономическая какая? Это просто произвол как бы? Ну да. То есть там, видимо, логика такая, что если вы отказались за сутки, шансы найти вместо вас какого-то другого крайне низкие, да? Хорошо. А будет ли у нас при этом загрузка 110? Вот план сбора доходов будет, да? Вы на этот вопрос сейчас отвечаете. Будет ли у нас 110? Да. Но вот с точки зрения оказания услуг у нас 110 не будет. У нас будет 100, наверное, да? Так. Пошлите в объем и производство. Вот объем и производство, они, конечно, здесь так названы, да? Но пусть вы это не смущает. Это и объем оказания услуг, и объем выполнения работ, и объем производства товара. Потому что, ну, как бы модель универсальная, да? Так. Теперь, значит, смотрите. Вот у нас, вот у нас синеньким подсвечены ячейки, в которые мы можем вносить данные, да? Обратите внимание, сколько у нас там есть чего. Вот если мы сейчас внесем сюда какую-то цифру, ну, например, там 14, да? Внес я в январь. Он пишет, что 15 плана реализации, 14 факт, на склад готовой продукции ушло минус 1. В данном случае склад готовой продукции, это, ну, немножечко как бы бред, да? А вот в том случае, если бы мы с вами производили, это, по сути, в запас, да? В данном случае склад готовой продукции минус 1. Это для нас потеря, наверное, да? Если мы, а нет, подожди, не потеря. Мы сдали 14 номера суток, а денег собрали 15 номера суток. Как так у нас вообще, ну, как бы могло быть? Только вот если вот такие вот отказы, да? От бронирования. А вот здесь, смотрите, я поставлю, например, в феврале цифру больше, 35, да? Вот смотрите, здесь у нас есть два плана, скажем так, как минимум, да? Один план доходов выручки, а один план оказания услуг. Ну, вот, например, если мы возьмем отель, да? План доходов выручки, там, скажем, мы его сейчас рассмотрели, да? То есть это план оплат предоплат. Это план поступления предоплат. А вот план производства в данном случае, это план заселения гостей. Объем предоплат может не совпадать с объемом заселения гостей. И мы с вами ситуацию, которая может возникать, разобрали только что. Когда оплатил, но не заехал, потому что отказался. И у нас, получается, вот это минус один, это нормальная ситуация. Ну, когда у нас клиент такой, как бы, нерадивый, да? Ну, или что-то сорвалось у него, форс-мажор какой-то, не обязательно нерадивый, да? Все, что угодно может быть. Но по правилам не возвращаем. А вот ситуация, когда у нас план производства больше, чем план реализации, она, как бы, у нас, как бы, это вам сказать-то, в данном случае... Так. Реализация, это не реализация, включая-то сведения гостей? Нет. Это продажа номеров. Это выручка от продажи номеров. Реализация, кстати, в бухгалтерском учете называется, ну, как бы, оборот по продаже. В данном случае производство, это оказание услуг. Реализация, это поступление выручки от оказания услуг. Поскольку у нас, как бы, предоплата, у нас, по большому счету, дебиторская задолженность, это даже не должно возникать. Знаете, что это дебиторская задолженность? Кто еще знает, кроме аллеи? Нет? Понятно. Это тоже статья баланса. А суть ее в чем? Примерно то же самое в известном анекдоте было написано у бухгалтера. Был бухгалтер один главный анекдот такой. К нему, когда приходили спрашивать какой-то вопрос, он надвигал один ящик, смотрел там, задвигал и давал ответ или какой-то рецепт. Потом он уволился и всем стало интересно, что же у него там такое. А у него там было написано, дебиторская задолженность. Тебе должны, кредиторская ты должен. Это сложное бухгалтерское понятие, да? Вот. Дебиторка возникает тогда, когда ты услугу оказал, товар отгрузил, работы выполнил, но оплату не получил. Да? Тебе должны. Дебиторка. Это источники, планируемые к поступлению. То есть это долги наших клиентов нам. Кредиторская задолженность, это когда нам товар поставили, например, а мы за него не оплатили. И мы остались должны, да? Еще бывает кредиторская задолженность, например, по налогам, да? Бывает кредиторская задолженность по всяким кредитам и лизингам. Мы деньги взяли, но не вернули еще. Она висит в кредиторке. Правда, она в отдельном виде кредиторки висит. Долгосрочные и краткосрочные займы. Вот. Но это тоже как бы кредиторка, да? Так. Смотрите, а если нам авансов накидали, но мы еще не оказали услугу, да? Авансы получены от наших покупателей. Это же кредиторка, да? Мы им должны оказать услугу. Но вы удивитесь, но она в активе. Дебиторка в активе обычно. То есть ситуация, когда вроде как нам должны, да? Но есть такой вид кредиторки, а кредиторка в пассиве. Потому что, ну, как бы источник, мы оттуда взяли деньги, да? Наши дети или я вру. Авансы поступившие, ну-ка, авансы поступившие от наших клиентов. Где у нас баланс-то? Прямо стартовое состояние, да? А, вру, вру. Это чистая кредиторка. Вот смотрите. 68-я авансы полученные от наших клиентов. Они сидят в кредиторке. Все правильно. Это источник возникновения денег. Слева в активе у нас деньги на расчетном счету. Авансы полученные. Что мы имеем? А справа в кредиторке статья авансы полученные. Откуда эти деньги взялись? Помните, мы обсуждали, что кредиторка, то есть пассив баланса, это источник возникновения средств. А слева актив, это сами средства. Вот, например, если нам авансов дадут, да? То мы их воткнем сюда, а деньги, поступившие от авансов, мы воткнем вот сюда. Где у нас денежные средства? А где денежные средства? А, вот. Вот, вот. Тоже такой момент. А вот если, смотри, мы отгрузили товар, да? Но мы с нами не расплатились. Вот она дебиторка наших покупателей. 53. Ну, это с точки зрения расчетов. Понятно, там много еще разных статей есть. Так, поехали обратно. Так, теперь понятно, да, по вот этим вещам? Вот, смотрите, я не знаю, давайте пример какой-то привести, да? Вот если у нас здесь не 30, да, а пусть у нас это будет 300. Наш, как бы, ну, годовой, что ли. Сейчас посмотрим, что получится. 300 плана реализации. То есть мы продали наших номеров, продали денег, получили максимальный фонд за 300. Все, у меня номеров нету, да, к примеру. Все они сданы по деньгам. Точнее, они все забронированы. Нам заплатили, забронили. Мы получили, да? Вот. А факт оказания услуг заехало только 35, там, как бы, 10%. И вот здесь он, как бы, ну, говорит, минус, ребята. Ну, там, вот я понять только не могу, почему минус-то. Логика здесь такая, что вот, например, если бы мы с вами произвели, ну, пишу 350, да? 350, а продали 300, то 49 ушло бы на склад плюсом. Ну, это вот готовая продукция. В нашем случае у нас 350, допустим, фонд наших номеров, а денег мы получили 300. 49 – это наши вакансии, это наши пустые, пустые сутки, номера сутки, да? Вот почему здесь так. Так, я сейчас обратно убираю, чтобы нам не спутаться. Так, вот смотрите. Значит, для упрощения, упрощения нашей с вами задачи мы можем сделать как? Мы план производства можем приравнять к плану реализации. Ну, вот у нас же нет никакого склада. Я просто сделал ссылочку на 698 строку и сейчас протащу до конца. Вот когда будем разбирать производство, вот там мы с вами будем точно планировать и склад готовой продукции, да? То есть будут у нас варианты, когда мы работаем на склад, формируем запас, а это бывает для работы с крупными заказчиками, да? Они не будут нашу суточную потребность принимать там на фуре. Что ты мне 15 единиц привез? Я же тебе полторы тысячи заказывал. Мы будем работать на склад полторы тысячи и потом несколькими формируем этим полторы тысячи отвезем. Соответственно, здесь вот у нас будет. Как у вас случается, что производство или да, присылает на фуре? Да, сейчас да. Сейчас да. Мы занулили их. Ну, то есть мы приравняли. И то, и то, и туда. Да, да. Так, поехали. Дальше. Давайте услугу гриль копчения сразу тогда запланируем. Можно сделать ее в прямой пропорции от количества проживающих. Предположить, что определенное количество клиентов наших закажут у нас эту услугу. Сколько поставим? Сколько? Половина от тех, кто у нас разместился, закажут услугу, да? Хорошо. Я ставлю ее вот сюда и умножаю на 0,5. И помните, как мы с вами договорились, что мы пишем, да? Комментарии вот я сейчас пишу. Так. Как предложил Илья сам. 50% проживающих закажут. Мы предполагаем, да? Ну, ладно. Ну, мы же приняли такой этот самый, да? Так. Теперь, соответственно, нам надо что сделать дальше? Да, вот на загрузку. Нам надо либо загрузку приравнять одну к другой, вот как я, например, сейчас делаю, да? Я приравниваю просто загрузку гриля к загрузке номеров, учитывая, что там у нас коэффициент половина, да? Да, мне кажется, люди грилей идет всегда. Да, в жару нет, но вечером, наверное, очень даже, да, под пивко-то. А уж в холод, сам Бог велел, что-нибудь такое жаркое какое-нибудь там съесть, да? Так, вот, можно и по-другому сделать. Можно высчитывать пропорцию каждый раз, вот там, вот этой самой сезонности. Здесь высчитывать 50%, да? Ну, вот покажу, например, просто несколько разных вариантов, да? Это умноженное на 0,5, да? Вот, ну, я получил те же самые, как бы, проценты, да? Так, ладно. Все. Вот теперь обратите внимание, в объеме реализации у нас получилось 15 ночевок, 8 грилев, скажем так. 15 суток, 15 грилей, услуг заказа гриля. Ну, то есть, каждый вечер, каждый вечер половина из наших гостей заказывает себе гриль. Сколько стоит у нас услуга гриля? В среднем. Нам, наверное, надо уравнять рыбу и разные виды мяса в одно. Что скажешь, Алия? По чем стоит на мангале в ресторане? У нас не ресторан? Тысяча-полторы. Тысяча-полторы. Как не ресторан? У нас 5 тысяч проживания в палатке. Комфортабельно. Сколько стоит номер в Тосиге? И ресторан полторы-две тысячи, да? На гриль. Ну, понятно, понятно, да? Хорошо. Ставим полторы тысячи. Поскольку у нас в единице измерения тысячи рублей, я ставлю 1,5. Хорошо. По заказу Лейсан мы ставим тысячу. Ты знаешь, я думаю, кто согласен взять палатку за 5 тысяч, он, наверное, другими категориями рассуждает. Он, наверное, вообще не думает, что можно разориться. Мы вообще думаем, что это не палатка в собственной, а в гостевой дом. Палатка в собственной доме. Ну, опять же, смотря какой, да, гостевой, да. Я тоже удивляюсь, как бы, этим оптимизмом этих голымпиньеров, которые рассчитывают. Говорят, мы лохов московских будем обувать. Я говорю, удачи вам. Да. Так, давайте мы с вами спланировали объем. Давайте объем производства закроем, чтобы они нам дальше не мешали, не путались, да. Мы с вами планировали выручку и объем реализации равный этой выручке. То есть считается, у нас сколько заказали, столько мы и сделали. Сколько нам заплатили, все приехали. И сколько нам заказали гриль, и мы их сделали. То есть 100% выполнение предзаказа, да. Рисков у нас никаких, потому что мы берем... Что мы берем? Это я вас спрашиваю. Про питание или про палату? Да про все в данном случае. Ну, палату нас закрывают. Предоплату мы берем. Я имею в виду, ну, как сказать, риска не дебиторки возникновения, не получения оплаты у нас практически нет. Как думаете, за гриль будут предоплату делать? Мы, наверное, скажем, вы заказываете, да, мы заказываем. Хорошо, нам надо привезти рыбу, мясо под вас. Пожалуйста, оплатите. Передумайте там, ну, извините, передумайте. Там, понимаешь, в чем дело? Вот у нас мы же договорились, что у нас ресторана нет. У нас нет с вами ни холодильников, ни морозильников, ни кухни. У нас только, ну, там, допустим... Ну, да. А? Поэтому предоплату и берем. То есть, если мы взяли предоплату, мы обязались человеку вечером гриль приготовить. Вот хоть ты тресни, хоть ты, там, не знаю, в Крыму поедешь в Майкоп, там, или, не знаю, там, в Симферополь, да? Вот, или куда-то. Так, все. Поехали дальше. Давайте идем с вами в расход сырья и материалов. Открывайте 764-ю и порассуждаем. Так. Ну, давайте начнем с гриля. Обратили внимание, да? У нас строки услуга 1 и услуга 3 уже здесь сидят. Причем это нередактируемая позиция. Вот с вот строками, вот, как бы, вот с этими, там, можно добавлять, удалять, как бы, да, вот... Ну, кстати, в AltInvestor не пользуйтесь функцией ставка строки или удаления строки. Никогда. Вот в пределах вот этих вот ячеек 2169 или сколько у вас будет? А у вас, кстати, каждый раз будет по-разному. Да? Потому что в AltInvestor зашиты макросы и предсказуемость или непредсказуемость последствий от удаления и добавления строки просто вот... И, пожалуйста, не пользуйтесь функцией протянуть вниз. Вправо еще как-то можно, но разумно, да? Вот вы видели, да? Скажем, я если месяцы, вот ни в коем случае там не захватите функцию итогу, на нее не протяните, например, да? То есть очень аккуратно. А вообще предлагаю эту функцию вообще не пользоваться. Потому что, вы знаете, очень заманчиво вот здесь вот сделать, например, вот так, да? Вам протащил. Но это единственные строки, которые идут подряд. 691, 692. Если вы сделаете это в каком-то другом разделе, вы затрете формулы, которые располагаются между этими строками. Потому что они идут не подряд. Поэтому лучше так не делать. Толку-то? Откроешь строки, протянешь, ты все равно их испортишь. Копированием. Так. Так. Вот. И, соответственно, об этом мы договорились. Вот, смотрите. Видно, что к услуге гриль-копчения стоит почему-то там два вида сырья, да? Хотя, на самом деле, вот если мы нажмем кнопочку «Добавить-удалить», мы к каждой услуге можем предусмотреть достаточно необходимое нам количество видов сырья. Видите, да? То есть можно добавить еще один. Специально для Ильи поясняю. Если мы ткнем на сырье номер два, то у нас появится сырье номер три ниже, чем сырье номер два. Если мы ткнем сюда, оно сядет в промежуток. Будет сырье полтора. Вот это тоже учитывается, ладно? Это тоже важно при планировании. Ну, я имею в виду, между сырьем номер один и сырьем номер два добавится сырье номер три. И просто нарушится как бы порядок, да? Вот, поэтому. Так. Что у нас является сырьем для услуги гриль-копчения? Так. Пишем, значит, сырые рыба, мясо и т.п. Да? Ну, подожди. Мы на самом деле даже и рыбу, и мясо на самом деле не должны объединять сюда. Почему? А еще? И цена. Самое-то главное, да? То есть, во-первых, мы можем с вами, вот когда мы с вами пойдем уже планировать более детально, мы будем знать, например, что рыбы, ну вот скажем, в таком-то сезоне заказывают чаще, чем мясо. Ну, к примеру, мы в Приморье, да? Логично, наверное, что люди там рыбу какую-то, да? Там хотят местную попробовать, да? Вот мясо там и у себя там, по идее, и уж совсем там, как бы, курицу. Туристы в Таиланде возмущаются. Ребята, слушайте, мы что за курицу свинину что-то приехали? Мы приехали морепродуктов поесть, вы нам опять там, как бы, одно и то же там эти нейтральные какие-то вещи. Но на вкус и цвет товарищей нет, и поэтому очень часто турагенты и принимающие отели, ну, средня и упрощают программу. Потому что всем угодить невозможно. Кто-то с аллергией, кто-то без. Кто-то любит баранину, кто-то свинину. Кто-то мусульманин, кто-то иудей. Кто-то, значит, там у него на рыбу там аллергия такая-то, кто-то не ест, не знаю, угрей. Кто-то осьминогов только любит. Ну, в общем, ужасно. Поэтому здесь для ресторана это еще ничего. Там есть меню. Там, пожалуйста, готовы к любому капризу пользователя, клиента, да, в пределах меню. А вот у нас вообще как бы непредсказуемое поведение. Так, значит, сыры, рыба, мясо. И, кстати говоря, мы можем с вами здесь... Как вы думаете, что будет, если мы сейчас отдельно покажем сырую рыбу, а отдельно сырое мясо? Что у нас произойдет в планировании? И оставим здесь по одному комплекту. Вот сюда просто напишем. Здесь рыба, а здесь мясо. Что у нас планирует, как вы думаете? Нет. Он, знаете, что сделает? Он в услугу грим воткнет сразу и то, и другое. Как единая услуга. Потому что мы написали сырьевые компоненты. То есть, по логике, вот здесь должно быть там уголь, да? Мы договорились с вами. Или как-то что-то еще, да? Что нам еще? Рожек нужен какой-нибудь? Нет? У нас, наверное, будет какой-нибудь там или гриль газ. Да, да. Вот на самом деле, по-хорошему, да? Чтобы, например, отделить гриль рыбу от гриль мяса, нам вот сюда, вот сюда, да? Надо создать еще одну услугу гриль. Она будет называться. Одна будет гриль рыба, другая будет называться гриль мяса. Ну, давайте ради прикола сделаем так. Я вам просто покажу как бы разницу, да? Добавляем еще одну услугу. К примеру, одну я назову мясо, другую рыбу. Кто сталкивался с калькуляцией себестоимости продукции общепита? Ну, кроме, наверное, Алии, да? Никто? Алия нам тогда, наверное, расскажет. Сейчас я тебя... Калькулирование услуги общепита. Ну, кто видел калькуляцию вообще блюда? Оно очень похоже на рецепт из маминой или вашей уже книги, в котором написан граммаж. Просто стоит еще цена. Вот, калькуляции такие, да? Так, рыба. Так, просто покажу вам разницу, да? Пошли мы с вами в сырье. Кстати говоря, вот этот раздел, расход сырья и материалов, он здесь стоит по принципу прямой пропорции. Количество указанного здесь ресурса сырья умножается на количество выпуска продукции напрямую. То есть это прямой пропорциональный раздел. Вот это имейте тоже в виду. Так, вот у меня появились... Так, услуга номер два, услуга гриль, копчение, мясо. Я поменяю... Так, сырое мясо. Может быть, ассортиментный, наверное, да, какой-то? Ну, не знаю. Что там, вырезка? Спина? Что-нибудь в этом роде, да? Филей там или что-нибудь, да? Филей, спина. Для чего надо так подробно? Для нас, ладно. Да, потому что каждая из этих частей разделки туши стоит по-своему. Так, ладно. Значит, нам с вами надо как-то запланировать... Ну, вот, например, как мы продаем гриль? Громожом или блюдом? Блюдами, да? На вес мы не будем заморачиваться? Весом? В ресторане это точно весом. Потому что там в меню вы всегда посмотрите. Там всегда есть выход готового блюда. В первой позиции указывается основной ингредиент. И потом еще несколько основных. Ну, там, если вы заказали, там, я не знаю, мясо с картофелем, да? То в выходе будет сперва мясо, потом картофель, ну, может быть, там еще что-то, да? Остальное. То есть, в нашем случае, вот как, как бы, гриль? Дело в том, что кто-то ведь может предложить пожарить свое, но это, наверное, редко, да? Где там хранить? В первый день это, наверное, только возможно. Кто-то приедет со своим и захочет там пожарить. И то я бы не ехал в неизвестность со своим мясом, не зная, есть там что-нибудь. Мангала или гриль газа или чего-нибудь, да? Могут. Могут. Вот точно могут. Потому что, вот, насколько я знаю, караванеров, это настолько отмороженные люди. Видишь, они как-то не то, что для ательеров и рестораторов неудобные люди, потому что у них все свое. Они возят с собой гриль-газ, они возят с собой мангал, они возят с собой в холодильнике продукты и сами себе на поляне готовят, да? То есть, им ничего не продашь, скажем так, кроме места стоянки или слива воды там, да? Заряда электроэнергии. Вот. Но у нас, как бы, вроде как люди приезжают на, не на самообслуживание, да? Так, хорошо. Значит, ну, наверное, все-таки мы будем говорить, что вам сколько мяса купить? Ну, вот столько-то. Тем более, мы же с вами знаем, да, что и мясо очень сильно подвержено чему при температурной обработке? Оно теряет весе. В некоторых случаях, по-моему, даже раза в три. В некоторых в два, в некоторых там еще сколько-то. Смотря, я так понимаю, что за мясо, жирное, нежирное и так далее, и так далее, да? Уваривается, ужаривается, усушивается, не знаю, и так далее, да? Обезжиривается. Вот. Поэтому мы, скорее всего, должны продавать услугу не вот блюда, а, наверное, все-таки, ну, скажем, вот большая семья там заехала, да? Или двое. Тебе сколько там чего? Сколько мы готового? Ну, там, два килограмма. Я бы, знаете, как остановился? Я бы остановился не на весе готового, а сколько вам купить сырья. А уж сколько получилось, извините, столько получилось. Ну, это, во-первых, как-то измеримо, потому что, ты знаешь, здесь как бы не ресторан, то, что мы давайте будем перевешивать, а вы нам не 300 грамм дали, а там 400, да? Ну, наоборот, точнее, да? Не 400, а 300. Мне кажется, лучше с людьми договариваться о покупке им, ну, вот, какого-то количества сырья. И потом способ приготовления. Потому что иначе мы с вами уйдем в такие дебри и, возможно, в какие-то даже скандалы, склоки, да? А вот там не довесили, отрезали или что-нибудь в том числе. Зачем нам это? Мы говорим о СРЦ. Поэтому мы с вами продаем готовое блюдо, готовое блюдо и спрашиваем, сколько сырья для этого готового блюда вам купить. Ну, соответственно, если клиент затрудняется и говорит, ну, на ваше усмотрение, да, там примерно, там идет какой-то такой диалог. Вот оно там ужарится и там, не знаю, там из 2 килограмм там шашлыка у вас там выйдет, ну, не знаю, там килограмм готового шашлыка, да? Хотите, да? Все, 2 килограмма покупаем, 2 килограмма покупаем. Вот. Значит, мы точно весом, точно весом, да, будем продавать, покупать сырье. Так, уголь у нас продается чем? Килограммами или мешками? По весу, наверное, да. Так, еще нам с вами надо будет потом расход на единицу, на единицу посчитать. Давайте мы все-таки, наверное, примем, да? Мы же должны с вами за, как это сказать, за услугу готовую, я вас все-таки, наверное, путаю. Все равно нам надо привязаться к готовому грилю. Иначе как мы с вами докажем, что этот гриль там стоит тысячу рублей, да? Ну, то есть, у нас тысяча за килограмм продается гриль? Ну, нет. Это дешево. Я смотрю... Ага, тысяча рублей за блюдо небольшое, да? А уж там сколько, сколько там ушло, да? За блюдо. Так, хорошо. Тогда нам с вами надо, опять же, обговорить, да? Ну, хорошо. Давайте мы продаем, не знаю, килограмм, да? Один кг пожаренного гриль чего-то, да? И нам проще с вами сейчас будет пропорцию сделать. Один килограмм ставлю. Блюд или килограммов, да? Что в нашем случае... В нашем случае это одно и то же. Мы пишем килограммов, чтобы не путаться. Так, теперь цена у нас за килограмм с вами автоматически возрастает. Мы переводим 0,4 в тысячу, да? То есть, тысячу... Так, стоп. 0,4 в 0,4. Мы должны поставить с вами... Так, сейчас с единицами разобраться, да? До этого мы продавали блюда, а сейчас мы должны продавать килограммы. Хорошо. То есть, что значит, что мы продали в месяц 150 килограмм? Это означает, что каждый второй посетитель каждый день, каждый день, да? Заказал по килограмму. Многовато? Да вроде может быть и нет. Либо палатка каждый день, каждый килограмм каждый день, да. Ну, в смысле, одна палатка заказала в день по одному килограмму. И таких палаток у нас половина. Остальная половина не заказывает. Это еще ничего более-менее, да? Хорошо. Значит, мы продадим в идеале 150 килограмм... В идеале, в идеале, при полной загрузке 150 килограмм рыбы, 150 килограмм мяса. Поехали в сырье. Значит, сколько у нас уходит мяса на 1 килограмм... Сырого мяса на 1 килограмм гриля мяса? Давайте примем пропорцию. Пропорцию, да, ставим 2,5. 2,5 килограмма сырца идет так. Теперь рыбы. Там поменьше, наверное, да, у нас... Ну, полтора, хорошо. Так, теперь уголь, уголь. И давайте добавим с вами еще, наверное, ну, какие-то специи или соусы, да. То есть что-то же все равно туда пойдет. Добавляем в каждой из них еще по одной позиции сырья. Называем это специя. Там, наверное, по пакетику-то точно на каждой уйдет, да. Я пока их назвал специи просто, а на самом деле по-хорошему надо написать специи к мясу, да. Специи к рыбе. Плов, кстати, еще хорошо заходит в таких кемпингах. Большой казан. Ну да, ну да. Так, у нас с вами еще 15 минут, да. Так, специи к рыбе, сырье, уголь. Так, давайте, значит, килограммов меняем все единицы измерения. Сколько, как вы думаете, килограммов или, ну, хорошо. У нас гриль с вами какой, угольный или газовый? Потому что газовый, говорят, еще интереснее. Быстрее. Ты знаешь, их ставят на, скажем так, такие примусы газовые, да. Закрытая емкость. Видели когда-нибудь гриль газ на конфорку, которая ставится? Такая баранка. Баранка. Ну, то есть, платформа в виде бублика. У нее серединка на конфорку. Туда попадает пламя. И сверху сплошная крышка. Пламя создает большой там вот этого всего. И курица там все остальное мгновенно вообще коптится, жарится. Вот это вот все. Недолго. То есть, вот гриль газ. Хорошая вещь, которая... А? Я бы не сказал. Я вам покажу баллончик газа. Он, на самом деле, не так быстро заканчивается. То есть, вот, кто там приехал, не знаю, с газовыми баллонами, они вот так и делают. Ладно, допустим, у нас... А? Большие. Большие, большие, да. Вот. Ну, допустим, у нас такого нет. У нас с вами угольный, да? У нас это либо мангал, но это тогда уже не гриль, да? Это уже тогда шашлык называется. А гриль это все-таки, ну, вот, что-то такое в закрытом, по-моему, да? На открытом огне, но в закрытом. Ладно. А если это... Ну, копчение, кстати, еще, например, есть. Ладно. Там угля немного надо. Допустим, у нас с вами уйдет полпачки на килограмм угля. Много, конечно, но мы на самом деле не просчитаем, да? Давайте посчитаем. Ну, скажем, что один мешок угля уходит на 4 порции гриля. Тогда я здесь ставлю 0,25, да? На 1... Так, 0,25 мешка на 1 единицу. Поняли, да, как я планирую? 0,25 мешка на 1 единицу гриля. То есть на целый мешок 4 единицы гриля будет пожарено. Ну и специи 1 пакетик. 1 пакетик, да? Вот так. Так. И теперь от еды давайте возвращаемся к проживанию. Что у нас является расходниками при проживании? Ну, наверное, как минимум, что? Алья, чего скажешь? Вот комплекты постельного белья, они как нам... Наверное, стоит указывать стоимость их... Как называется услуга? Господи, Констителян что-то... Прачечный, да. Наверное, комплект постельного белья, стоимость комплекта постельного белья, скорее всего, равна стоимости его... Ну, да. Верно. Ну, то есть, скажем, постельное белье выдерживает там, я не знаю, 30 ночей, да? Потом его надо менять, да? Вот. Тогда, соответственно, мы пишем 1,30 стоимости покупки, да? Плюс стоимость услуги прачечной. А прачечная это постирать и погладить, да? Чтобы у нас все влезло, мы можем с вами сделать перенос строки, да? Идем. Как? Не услышал. Да, 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 да. У меня что, запятая? А, не видно, да. 1,30 стоимости покупки плюс стоимость услуги прачечной, да? Соответственно, это 1 единица, 1 комплект, да? Плановый расход. Так. Теперь у нас сейчас с вами есть банная, да? А у нас ведь, ну, за 5 тысяч сутки, скорее всего, у нас там с тобой санузел с душевой. Поэтому я думаю, что все-таки, наверное... Так, как это у нас называется-то? То постельное белье, как назвать халат и полотенце одним словом? Душевого белья, да? Белье для душевого, для душа. Так, соответственно... Ну, комплект, да, да. Сейчас будем. Расходники тоже будем, да. Так, они отдельно планируются. Так, это у нас там набор полотенец. И халат. Причем у нас их два, да? У нас же двухместный номер. Два комплекта. Двухместный номер. Вот это важно. Так. Вот эту оговорку надо добавить и туда еще наверх. И сюда. Вы успеваете, да, за мной? Или у себя, по крайней мере. Всякие мыло-рыльные приспособления, да? Как это называется одним словом? Расходные материалы для душевой, да? Шампунь и мыло. Душевая косметика, да? Ну да. Так. Шампунь, мыло, паста, щетка, шапочка. Что еще? А, гель отдельно, да? Гель. Еще кондиционер, наверное. За пять тысяч-то, да? Короче, три бутылочки. Так, щетка, шапочка. Та-да-да-да-да-да. Напор. Плотенец и халат. Так, ладно. Теперь. Вот эта стоимость у нас не будет никакой прачечной. Это у нас просто равно стоимости покупки. Потому что мы этот расходник формально дарим, да? То есть мы можем остаться без него. После того, как клиент уедет. Ну и частный случай, если после него осталось, там уж, я думаю, наши горничные сами найдут. Хотя, наверное, вряд ли уж разбавляют, да? Вряд ли объединяют, сливают. Просто одноразовый набор. Просто то, что осталось себе, там забирают, скажем, да? Но клиенту каждый раз новый дают. Вряд ли клиент потерпит какие-то там эти переливы. Откуда-нибудь, куда-нибудь, да? Так, ладно. Так. Ля-ля-ля-ля-ля. А, еще я забыл тапочки. Для душа? Постельные. Это у нас, получается, всякие наволочки, простыни. Пододеяльники. Что там еще? Покрывало, да? Ладно, не буду перечислять. Так. Ну и тапочки. Во второй добавил, да? Все это, зараза, скорее всего, стоит недешево. Так. Ну, понятно. Понятно. Где-то. Где-то, да. Так. Комплекты, комплекты, комплекты. И, кстати говоря, на единицу оказания услуги. Я вот поставил себе два комплекта. Вы поставили себе два комплекта на единицу оказания услуги? Так. Про чай что-то я сразу подумал. Который покупают рестораторы. Там своеобразные, да? Там особые пакетики. Не такие, как там Липтон, да? Нет, а может быть просто чайник 20 рублей. Да, я тут как думаю. Чайник 100 рублей. Чайник 20 рублей. Где-то как-то же. Понятно. Чайник электрический. И пакетики, да? Да. Хорошо. Добавляем. На услугу проживания нам надо добавить, в первую услугу проживания нам надо добавить еще один. Как это? Ты знаешь, мы сюда пишем расходники. То, что потребляется в одном или в небольшом количестве циклов. Чайник оборудования длительного пользования. Мы его с вами будем планировать в оборудовании, во всяких активах, да? Здесь нам надо только воду, если мы ее покупаем. Я имею в виду всякие акваминерали, соки, там еще что-то. Чтобы в набор... А? Не будем? Не понял. Поясни. Воду они покупают. Я имею в виду для бара, мы же, наверное, тоже что-то им предложим. Набор для бара. Ну, смотри, а ты хочешь сказать, в кулер они не могут выйти и набрать где-то воды в свой чайник сбегать? И там в боях могут. Понятно. Так, набор для бара. Пишу, значит, чайный пакетик. Тики. Одна бутылка воды, наверное. Один сок. Ну, что еще мы можем? Такого им. Снеки всякие, да? Орешки, снеки, да? Так. А это у нас входит или это отдельно оплачивается? Обычно входит не в какой-то. Ну, то есть, вот то, что открыто, не в баре там, да? Как бы. Это тоже отборное, да? Ну, да. Но у нас дорогой. У нас дорогой, да. То есть, мы явно покупаем это и тратим. Съел он или не съел? Выпил, не выпил? Это уже отдельный вопрос, да? Ну, в общем, какой-то комплект. На двоих, опять же, два комплекта я добавил. Ну, что, на этом тогда паузу делаем, да? Давайте, завтра тогда продолжим. У нас сегодня повеселее как-то пошло. Ну, да. Практика пошла. Практика пошла.